Всем привет, ребят! Сегодня у нас плановый брифинг для Амаркетс, рубрика «Открытый микрофон». Сегодня записываю брифинг незадолго до публикации, чтобы вы получили самый свежий материал, самую актуальную информацию. Затронем сегодня валюты, сырьё, металлы, затронем сегодня акции и несколько индексов. Покажу то, что у меня сейчас на карандаше, то, что отобрано, где есть идеи. И это всё мы с вами, естественно, запишем, чтобы понимать и знать, что торговать, иметь план. Начнём с индекса доллара. Индекс доллара необходим для того, чтобы фильтровать возможности точек входов. И индекс доллара находится в зоне спроса. Однако, эта зона спроса является вторичной. Основная зона спроса находится в районе 96,8-96,5. Это зона, где нужно рассматривать варианты отката по инструментам, где-то покупать коррекционные входы по доллару. То есть, следите внимательно. Если вы увидите индекс в пределах 96,8-96,5, смотрите на инструменты. И если они будут коррелировать с этой точкой входа, берите и, к примеру, продавайте евро против доллара, покупайте доллар против франка и так далее. То есть, внимательно следите за индексом, за его нахождение в отношении основной корзины валют. Сейчас тоже есть перспектива спроса, но на вторичной реакции пока основной нет. Всё-таки можно смотреть кое-что, но резонно подождать. Евро-доллар – инструмент, который для многих сейчас интересен, и зона 11,50-11,80 является зоной коротких. Мы это с вами обсуждали, также вплоть до 12,50. Однако, не идёт основная реакция, цена делает накопление, это может служить последующим пробоем. А тот факт, что индекс ещё не находится в первичной зоне предложения, точнее спроса, можно трактовать как ожидание. Поэтому, если кто-то открывался от 11,50-11,80, я бы на вашем месте закрыл позицию на текущий момент времени в безобыток, либо в небольшой плюс, и открывался уже от 1,12-12,50, то есть поставил выше ордер на продажу и поставил риск свой выше. Таким образом, будет актуальнее. Плюс, учитывать, что это рисковая позиция. Лично я её открывать не буду, и это связано с тем, что здесь для меня нужна фильтрация. Я должен увидеть сбор стопов. А стопы находятся в районе 12,50-12,80. То есть, если мы увидим движение цены выше этих значений, возврат обратно под уровень 12, это будет идеальным сигналом на короткие продажи среднесрочного характера. Всё-таки позиционно здесь однозначно короткие, но тяжело найти, где именно ставить риск. Поэтому мы с вами будем аккуратно всё это делать. Фунт-доллар. Инструмент, который тоже, возможно, ещё даст какой-то импульс относительно покупок на возврате. Нет основных ориентиров. То есть, сейчас сказать, где покупать фунт, очень-очень сложно. Из-за резкого импульсного движения. То же самое относительно продаж. Смотришь, с одной стороны 29,90, 30,50, 30,60. Это зона коротких. Мы её с вами рассматривали. Но, с другой стороны, понимая, что от неё особой реакции нет, это первое. И второе, то, что повторно однозначно уже смысла не имеет. Если кто-то в позиции, просто переносите стоп без убыток. Если вне позиции, не открывайтесь повторно. Нужно больше информации. Это инструмент, на котором, если не успели заработать, то и не нужно пытаться. Потому, что сейчас уже будет крайне волатильно, скорее всего, в обе стороны. И это связано с тем, что интерес подогрет к фунту. И многие хотят на нём сейчас заработать. Когда он стоял, никто не желал. Сейчас все полезли в фунт. И сейчас со всех сторон всех будут наказывать. Это рынок. Доллар иена. В пробойной формации возможно, что выход будет выше 109. С потенциалом роста вплоть до 111-112. И я жду закрепления выше 109 по дневке. И после этого буду принимать какое-то решение. Ложный пробой 109-60 с откатом ниже 109. Это продажи. Но на данный момент времени пока нужен триггер. То есть, либо закрепление дневки. Если вы видите, что день закрылся выше 109. Просто по Азии покупайте. Стоп ставите ниже 109. Может быть, 109. Точнее, 108.70-108.60 по обстоятельствам. Это интересно. Ложный пробой 109.60 и уход ниже 109. Доллар, франк. Тоже инструмент, который все-таки сломал цикличность. И сейчас дает потенциалы коротких. Если кому интересно короткие по доллару и франку. То это зона 99.50-10. Это можно торговать. Это нормальный вариант. Который вполне может быть оправдан. Золото. На данный момент золотом я бы все-таки воздержался от торговли. Очень размашистые движения. Характер такой, что не дадут заработать ни в длинную, ни в короткую. И здесь внимание на 1500. Если вы увидите цену выше 1500, либо ложный пробой по 1500, просто вы знать будете, что делать. То есть, триггер. Внимание на 1500. Закрепление. Ищите длинный. Ложный пробой. Продавайте. Ложный пробой должен быть выше 1505, наверное. Где-то так. Это нормальный вариант, но там единственный ориентир. Единственный уровень. Доллар-рубль. 63. 62.5. Это зона покупок. Будет торговаться в 63. 62.5. Берите и покупайте. Это нормальный вариант. Я думаю, что он может быть актуален. Евро-иена. Вот как раз две позиции этого месяца были откатные. Это евро-иена и фунт-иена. Я разбивал одну идею на два актива, чтобы нивелировать риски в случае корреляции. Поставил по 1% риска на евро-иену и 1% риска на фунт-иену. Получил два стопа по двум позициям. Это была идея ловли отката по импульсу. Откат не пошел. То есть, следовательно, цена застряла в движении и произошел сбор стопов выше значений. На данный момент идет замедление. То есть, это, в принципе, не угасание. Это возможное продолжение. То, что я говорю о фунте. То, что может быть и, в принципе, по евро-доллару. Поэтому и рекомендовал вам все-таки закрыть, если что-то есть. Это связано с накоплением. Накопление в значении предложения. Это возможный ход по стопам продавцов, по стопам шартистов. И здесь пока сложно сказать, где ловить все-таки откатную зону. Это 122-123. Но пока я не уверен. То есть, я жду этот момент. Новозеландец. Вчера рассматривал вариант открытия короткой продажи. Короткой продажи по компенсации. Цена вышла за пин-бар, так называемый. Если кто знаком с прайс-экшеном. В зоне максимумов. Да, это не классика. Это не ложное. Это просто угасание. Но хотелось попробовать в это угасание отработать. Открывал позицию по замедлению. И сразу же практически закрыл ее, не увидев реакции. То есть, и убытка как такового не получил. Но и позицию тоже не удержал. Сейчас идет повторное снижение. На данном этапе можно наблюдать. 64. Будет цена торговаться ниже уровня 0.65. Можете смотреть, можете искать продажи. Продажи могут быть вполне. То есть, с локальных, какие-то краткосрочного плана. Но я бы смотрел за основу все-таки взятия длинных 63-62.5. Это среднесрочный формат длинных. Это позиционная область. Если вы глянете на месячный таймфрейм. То вы увидите, что цена находится и сделала реакцию конкретно по месяцу. Это может быть очень перспективным вариантом. Внимательно следите 63-62.5. Если будете искать покупки, ищите их там. Фунт-иена. Аналогичная структура вместе с евро-иеной. Была база замедления. Она, конечно, вторичная. Но мне хотелось на импульсе попробовать отработать в короткую. Кто прошлый брифинг смотрел и в курсе, что я работал короткую по этим двум ситуациям. И по этим двум ситуациям вышел из рынка. Сейчас я воздерживаюсь от одного и от второго инструмента. Потому что идет стагнация. Из нее нечего извлечь. Можно, конечно, смотреть на границы. Кто краткосрочник. Смотреть на часовики. Пробовать работать в пробойные тактики. Но это самый непростой метод. И байстопа однозначно нет. А по структуре это нужен опыт. Поэтому я пока пас. Доллар канадец. У меня стоял лимитник на покупку. Стоял лимитник на покупку здесь в областях 30, 60, 1,30. И на данном этапе я его убрал. Но посмотрю сегодняшним, завтрашним днем. Если цена будет здесь давать реакцию на спрос. Я попробую купить доллар канадец. У нее потенциал до 33. И как раз это может закоррелировать с индексом доллара. И в принципе с долларом по основной корзине валют. Внимательно следите. 1,3070-1,30. Это зона, где нужно смотреть на цену. Если цена будет давать вам намеки на рост. Просто берите и покупайте. Это нормальный вариант. Австралиец. Примерно то же самое, что и новозеландец. Но хуже технически. Поэтому берите новозеландец. Еврофунт. Вчера хотел покупать. Здесь есть пробойная формация. Даже пытался. Тоже вышел, не дожидавшись сценария. Выше 86,5 покупайте. Это еврофунт. Выше 86,50. В случае хорошего закрепления в течение 4 и более часов. Может быть даже дневка. Кто среднесрочник, просто под дневкой. Дневка закрылась. Покупайте. Риск ниже 86. Все. Это отличный вариант. Газ. На данном этапе с газом делать нечего. Очень зажат. Вот CL. CL. Очень интересно. Прошла реакция спроса. Реакция спроса идет в зоне позиционирования. Мы с вами долго ждали, смотрели. Это 54, это 53,5. Цена все-таки смогла пройти этот рубеж. У нее есть потенциал распределения в 58 примерно. То есть ближайшее распределение серьезное. Это район 58,58,5 примерно. Давайте сейчас точно. Да, это 58,58,5. Это зона распределения. То есть мы можем претендовать на рост до этих значений. Поэтому откат в зону 54-53 рассматривайте для того, чтобы поискать сигналы на покупку. Лимитникам нет, но по структуре можно будет смотреть. Относительно продаж 58,59,5. То же самое. Здесь нужно будет искать структуру, потому что лимитным ордером получается большой риск. Разве что брать среднее деление цены, это 58,6. И ставить риск за 59,5. Это вариант хороший. Очень хороший. Биткоин. Тоже вариант очень-очень сладкий. Я бы назвал его так. 7,900, 8,500. Если быть точнее, наверное, 8,300 все-таки. Но адекватнее и более сдержаннее ставить 8,500. То есть 7,900, 8,500 это зона продаж. Зона коротких подциклов. Дневка закрылась, импульс был на возврате. Попробуйте. Да, можно попасть на очередную манипуляцию. Но можно попасть и в цикличность. Сейчас все очень неясно в отношении рынка криптовалют. Поэтому пробуйте. Это очень хороший вариант. Ну и давайте прогуляемся по акциям. Сейчас расскажу вам о том, что на сегодня у меня отобрано. Дам несколько инструментов. Дам несколько. Давайте начнем с Apple. Пожалуй. Apple в структуре роста. Очень сильная структура роста. И есть на младших таймфреймах сжатие. Сжатие волатильности, которая имеет характер тренда. Очень сжатый тренд. Если вдруг цена будет выходить за эту... Это паттерн гребенка, кто знаком с прайс-экшеном. Это паттерн, который демонстрирует заинтересованность в активе. Смотрите на открытие рынка. Если продолжится паттерн, ждите пробоя нижней линии. Это примерно 242, наверное. Где-то 242, 242,5. Смотрите на пробой. Если цена будет пробивать линию, как это было здесь, на возврате, пробуйте продавать. Но обязательно, чтобы это было внутри сессии, не на закрытии. Потому что на закрытии вы рискуете попасть в разрыв. Смотрите внутри сессии, смотрите более мелкие таймфреймы. Это хороший паттерн, его можно будет проторговать в короткую. По поводу длинной... Да, может быть, но негде зайти, вот и все. То есть в этом вся разница. Я ищу паттерны, сценарии, которые можно проторговать. Если вы заметили, то я даю не аналитику в привычном ее понимании и смысле, я даю конкретный план действий, который сам буду реализовывать. В этом разница. Разница между аналитикой и подготовкой к торговле. Подготовка к торговле – это отобранный сценарий с планом действий. Где ты будешь выходить, где ты будешь заходить, какие риски, какие цели, приоритеты. И это отличает новичка от более опытного трейдера, потому что новичок не пользуется планом, он открывает сделки по наитию интуитивно. А человек, имеющий план, он всегда знает, что он здесь не будет его нарушать. У него есть четкие инструменты в список. Я сегодня с утра сразу составил себе список на сегодня всех инструментов, которые буду торговать. И благодаря этому уже не буду от него отклоняться. Эбви. А, Б, Б, В. Здесь бумага, которая демонстрирует возможное угасание движения после импульса, завершение, завершение в зоне предложения. Поэтому следите сегодняшним днем, если будут паттерны на продаже, пробовать, продавать. Неплохой инструмент. Потенциал падения до 75. Можно что-то из него выжать. Плюс индекс. Индекс находится в возможном предложении. Да, могут обновить максимумы. Но также в любой момент может все это быстро рухнуть. И это самое интересное, что может быть. AMD. Тоже инструмент, который вчерашним днем продемонстрировал неопределенность. Но предыдущие дни формировали замедление с выносом стопов. Собрали стопы по шортам и цена пошла вниз. 31,7, 31,9, 32. Это зона коротких. Смотрите, будет реакция просто продавать. Это хорошая бумага для продаж. Ну, давайте что-то дам из покупок. Это McDonald's. Макдональдс. В текущий этап он находится в зоне спроса. Зона спроса. Это область 200-195. Любые сценарии по вашим стратегиям, тактикам, которые дают намек на покупки, до 195 актуальны. Ниже нет. Смотрите, это хорошая тоже бумага. Она у меня в ресерче. И Nike. Тоже импульсное падение. Спрос 88,5 и 85. Тоже хорошая бумага, которая может дать рост. Дальше. Шортовый. Шортовый твиттер. Твиттер можно рассматривать шорты. Пока он стоит ниже 40. Он сломал цикличность. И он стоит ниже очевидного спроса. Выше 40 открывается снова потенциал покупок. Но сама по себе бумага не самая сильная. Поэтому ее можно рассматривать на продаже. Вот такие дела на сегодняшний момент. Не забывайте оставить комментарий под видео. Не забывайте поставить лайк. Подписаться на канал о Маркетс. Подписаться на мой канал, который в описании. И сегодня я сделаю розыгрыш места на интенсив. Тех, кто оставлял комментарий под прошлым выпуском. Результаты вы найдете у меня на канале. Сделаю это в прямом эфире, чтобы все было честно. Всем, ребят, спасибо за внимание. Всем хорошей торговли. Надеюсь, что мы будем торговать в большинстве случаев все-таки в прибыль. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok